Великий пост, скажет кто-то, а мы всё по театрам, по выступлениям. Ну, вообще-то это музыкальная школа Алекса. Да и сегодня 9 апреля 2024 года. Хочется как-то отвлечься от всего. Понимаете, вот я сидела сегодня в зале, смотрела на эти улыбки и понимала, что эти люди заслужили. Они просто заслужили, имеют право на то, чтобы улыбаться. Они столько всего вытерпели, каждый из них. И маленький ребёнок, самый маленький ребёнок, который сидел в зале, просто имеет это право просто жить, просто улыбаться, просто ходить, смотреть на чудесное небо, очень высокое, красивое наше небо, на всё, что цветёт вокруг, просто иметь возможность улыбаться. А у нас тем временем работает ПВО, и обстрелы не прекращаются. Сегодня прилетела в Куйбышевский район. Слава Богу, обошлось без смертей и ранений. Но прилетело хорошо, потому что слышно было даже в Центральном Ворошиловском районе. Ну и кроме всего прочего, у нас продолжают летать беспилотники. Вот этот сегодня нашёлся в Кировском районе с Белем. Так что давайте отличёмся от наших будней и посмотрим небольшой кусочек выступления. Питер, что народу бока побытер, как тогда народ говорил, в гривах, в сбруях, в мучных обозах, в размалёванных чайных розах и под пучей вороньих крыл. Но летит, улыбаясь мнимо, над маринской сценой, прима! Ты наш лебедь непостижимый! И острит опоздавший с ног звук оркестра, как с того света. День чего-то мелькнула где-то, не предчувствием ли рассвета, по рядам пробежала зно вдоль по Питерской. И опять тот голос знакомый, словно эхо дальнего грома, наша слава и торжество, он сердца наполняет дрожью и несётся по бездорожью над страной, родившей его по Тверской ямской сучьям в истине-белом снеге. До смешного близка развязка, круг костров, кучерская пляска, над дворцом чёрно-жёлтый стяг, все уже на местах, кто надо. Пятым актом из летнего сада пахнет призрак сусимского ада. Тут же пьяный поёт моряк, как в парад нас звенят полозья, и волочится полость козья мимо тени. Он там один. Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер пожаром из зари. Сожжено и раздвинуто бледное небо и на жёлтой заре фонари. Я сидела у окна в переполненном зале, что-то пели смычки о любви. Я послал тебе чёрную розу в бокале золотого, как небо, ай, ты взглянул. Я встретил смущённое и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала «И этот влюблён». И сейчас же в ответ что-то грянули струны и ступлённо запели смычки. Но была ты со мной, всем презрением юной, чуть заметным дрожаньем руки. Ты рванулась движением испуганной птицы. Ты прошла словно сон мой, легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелкал. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала. И бросая кричала «Вари!» И маниста бричала, цыганка плясала и визжала в зале о любви. Актёры из северной столицы приезжают к нам уже не первый раз, уже это третья поездка их в Донбасс. Они были и в Мариуполе, и в Снежном, и в ЛНР ездили. замечательные люди. Это актёры разных театров Санкт-Петербурга. Я очень рада, что имела возможность прикоснуться к их творчеству, потому что я никогда не была в театре. Я не беру в расчёт детский театр, кукольный, детский спектакль, кукольный театр, а вот на взрослые, к сожалению, не попадала никогда. Мы очутились, во-первых, из зимы мы сразу приехали в лето, и вот когда мы смотрим ваш край, цветущий, когда цветут вишни, когда весна распускается, это настолько, как сказать, это настолько не совпадает с теми страшными событиями, с которыми вы столкнулись, это настолько противоречит обстрелам, горе, с которым вы сталкиваетесь, что я очень надеюсь, что в скором времени это всё прекратится, и что у вас будет цветущая весна, потому что весна вот здесь, на юге России, она просто поражает. У нас в Петербурге она очень скромная, она более поздняя, а тут такой цветущий край, в котором не должно быть войны, в котором дети должны радоваться. Спасибо вам большое. Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренней И в серебряной рассе Слышу голос И манящая дорога Кружит голову, Как в детстве Карусель Прекрасное далёко Не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, Не будь от чистого истока, Прекрасное далёко, Прекрасное далёко, Я начинаю путь. Слышу голос Слышу голос Прекрасное далёко, Не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, Жестоко не будь, От чистого истока, Прекрасное далёко, Прекрасное далёко, Я начинаю путь. я клянусь что стану чище и добрее и не беде не прошу ругать никогда слышу голос и спешу на зов скорее по дороге у которой нет не будь ко мне жестоко не будь ко мне жестоко жестоко не будь от чистого истока прекрасное далеко прекрасное далеко я на черною пусть с вами были артисты театра в Санкт-Петербурге Роман Анушин артист театра оперетты имени Галины Тарасова а также на этой сцене мои коллеги Анастасия Ширшина актриса театра Галитейна Алена Баркова актриса театра имени Лен Совета и актер молодежного театра на фонтанке Борис Драгилев а также я хотел бы попросить на эту сцену Александра Сергеевича привезли вам из самого Петербурга от ЛГУ имени Пушкина это такое заведение учебное высшее здесь много всего вы сами посмотрите я хочу попросить вас раздать ребятам и взрослым в том числе тут витамины и сладости спасибо большое спасибо вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам мы там писали хотел бы выразить слова огромной благодарности и признательности за то тепло за то радушие за ту частичку доброты это даже не частичка это частички 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 да за тот позитив который вы нам сегодня подарили спасибо огромное творческих успехов вам творческих успехов нам и мира всем-всем нам спасибо ура